Фото этого российского кладбища в Глухове облетели весь мир. Россияне ударили по нему 9 мая на день победы над фашизмом. В области считают, что так Россия терроризирует приграничные регионы. Во-первых, чтобы посеять панику. Во-вторых, потому что она сама же поверила в собственные фейки, что Украина якобы может на нее напасть. Глухов городок неподалеку от границы с Россией. Войска агрессора вроде бы его обошли, но из-за оккупации региона Глухов в месяц был отрезан от Украины. А после бегства российских войск в эту сторону полетели так называемые подарки. Стреляют почти каждый день. Были осколки, были памятники разрушены. Мы на границе, и угроза есть всегда, но это был просто шок. Больше всего обстреливают села, которые примыкают к границе. В Зарусском вспоминают, как раньше ходили покупать что-то в России, а жители оттуда приходили сюда. Сейчас куда-то дружба и подевалась. Громко он и раму выбил, и шифер лопнул, все поразлеталось. И так почти каждый день. Вот позавчера и вчера. Вчера вообще начали с пяти часов. Аналогично и на другом отрезке длиннющей общей границы. Она более 650 километров. Как-то чуть не убили меня грады эти. Они там стреляли, а я стояла. Оно летит, свистит. Видите, что наделали? А Россия рассказывает, что мы враги. При этом россияне неустанно плодят фейки. Прилетела ракета в простое сельхозпредприятие. А в это время российский генштаб отчитывается публично, что уничтожили две зенитные установки. Хотя это абсолютная неправда. Думаю, они так оправдываются перед руководством, что они якобы проводят какие-то успешные военные действия. О так называемых успешных военных операциях свидетельствуют ранее цветущие города Сумской области, которые Россия чуть не сравняла с землей. Вот так сейчас выглядит тростенец. Здесь демилитаризировали даже памятник советскому танку. А вот такие воронки остались в Ахтырке. На нее еще в начале наступления сбросили вакуумные бомбы. Вот тут яма глубиной 6 метров. Гаражи раздуло. Если бы это был обычный взрыв, их бы просто сплющило. Они бы сложились. Стекла из всех домов повылетали прямо на улицу. Это было 5 марта. Это была месть за непокорность города Ахтырка. В целом на город таких запрещенных снарядов расисты сбросили 10. Но беды хватило и без этого. Там авиабомба. Тут авиабомба. Вон там здание. И по нему авиабомба. И в этот дом еще одна авиабомба. Мэр Ахтырки проводит нам жуткую экскурсию по городу. Вот это его бывший кабинет. А тут авиабомбы летели, сначала загоняя людей в помещение, а потом падали на него сверху, сжигая до неузнаваемости. На то, чтобы все отстроить, нужно больше миллиарда гривен и 5 лет. Но главное – защитить небо над регионом. А таких бомб не защищает ни одно бомбоубежище. Что бы мы ни построили, что бы мы ни сделали, небо должно быть закрыто. Пока живут под постоянными обстрелами. Железный купол, как и сумасшедшие деньги на отстройку, пока остаются мечтой. Но даже в таких экстремальных условиях Ахтырка начинает прихорашиваться. Уличные художники даже создали новый мурал, чтобы поднять боевой дух города героев.